На дизайнерском семинаре в китайском Нанкине Марка Джей Ли презентовала кроссовер Icon. Новинка построена на платформе BMA, которую китайцы разработали совместно со шведами из Вульва. Создатели Icon старались по максимуму сохранить черты одноименного концепта. Но чтобы стать серийной машиной, шоу-кар обзавелся боковыми зеркалами и рамками дверей, а на крыше появились багажные рейлинги. А вот модные выдвижные ручки дверей никуда не делись. Салон получился не менее эффектным и ярким, чем внешность. При этом производитель насчитал 31 емкость для хранения мелких вещей. Это разнообразные ящички, ниши и карманы. На передней панели размещены два 10-дюймовых дисплея. На один экран выводятся показания приборов, а Тайчпад служит экраном медиасистемы. Учитывая, что модель адресована горожанам, в базовую версию включена автоматическая система контроля за качеством воздуха. Распознав превышение предельно допустимой концентрации угарного газа, мультисенсор перекроет доступ ядовитого воздуха в салон. На момент премьеры J.L.E. заявила только одну силовую установку. Полуторалитровый турбомотор, с которым будет работать семиступенчатый преселективный робот. Задняя подвеска полузависимая, а потому привод может быть только передним. Чтобы понять формат Айкона, достаточно представить Kia Soul, удлинённый на 15 см. В Китае такие кроссоверы сейчас пользуются ажиотажным спросом, поэтому на местный рынок J.L.E. Icon выйдет до конца года. Модель будут продавать и за пределами Поднебесной, но появится ли она на российском рынке, пока неизвестно.